В российских вузах сейчас учатся свыше 300 тысяч иностранцев из более чем 170 стран. Многие из них из-за пандемии коронавируса были вынуждены вернуться на родину, но сейчас наконец границы начали открываться. Здравствуйте, в эфире программа КФУ «Итоги недели». Мы анализируем события уходящей недели в разрезе университетской жизни и не только. Сегодня мы расскажем. Мы с нетерпением ждали открытия границ. Вернулись в Альмаматор. Как иностранные студенты возвращаются к учебе? На татарском хоть песню петь, я же понимаю. Язык тукая в массы. Кто успел записаться на бесплатные курсы татарского языка? Этот доклад и был тот самый первой заявкой о нефтитовой геометрии. Открытие, изменившее мир. Почему главный труд Ломачевского опровергает представление об обычной геометрии? Я считаю, что эта акция очень и очень полезна для развития немецкого языка и грамматических навыков. Тотальная любовь. Как студенты университета могут уехать на учебу в Германию? Первые иностранные студенты начали возвращаться на учебу в Казанский федеральный университет. После того, как для граждан государств, с которыми возобновлено авиасообщение, разрешили въезд в Россию, в Татарстан прибыли первые студенты и слушатели университета. Пока это в основном граждане стран СНГ, Турции и Египта. После открытия границ приехали более трехсот иностранцев. По новым правилам им не придется находиться в обсервации или на карантине при соблюдении некоторых условий. И сейчас почти две тысячи студентов вынуждены учиться дистанционно. Роза Зарипова встретила вернувшихся и узнала, какие условия для них созданы. Словно перелетные птицы из Египта возвращаются иностранные студенты. Омар Рашад – слушатель подготовительного факультета. Предстоящей осенью он планирует поступать в Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Сейчас изучает русский язык. О Казанском федеральном университете узнал из интернета. Вместе с ним вернулись и другие его соотечественники. Онлайн-лекции не пропускали, признаются ребята. Наоборот, с удовольствием общались с будущими сокурсниками, в том числе и для того, чтобы совершенствоваться в русском языке. Пока что он дается не так легко. Вдали от университета оказалась и Ильнура Кашафуддинова. Полгода, как она не видела своих одногруппников. Как только открыли границы Казахстана с Россией, она села в первый самолет. Теперь и не загадывает, когда купит обратные билеты домой. Так сильно хотелось вернуться на учебу. Обучение проходило в ТИМСе в основном. То есть 90% лекций транслировалось в ТИМСе. То есть ты заходишь в свой кабинет, заходишь в команду, прямая трансляция шла. Параллельно раздавали и презентацию, и доску транслировали. Контрольные какие-то самостоятельные работы преподаватели высовали на почту, ты пишешь, отправляешь. Ну, часть взаимодействия происходила через одногруппников. Спасибо моим одногруппникам огромное. Сегодня в Казанский федеральный университет активно возвращаются студенты из Турции, Египта и стран СНГ. Это была очень долгожданная новость. Мы с нетерпением ждали открытия границ. И как только выпала возможность, сразу же купили билеты и приехали в Казань. Сейчас на учебу из-за рубежа вернулись 324 иностранных студентов КФУ. Еще около 2000 находятся за границей. Пока что авиасообщение восстановлено не со всеми странами. Так из Колумбии прилететь не может студентка кафедры журналистики Луиза Лопес. Пообщаться на камеру мы не смогли из-за разницы во времени. Время в Казани на 8 часов опережает время южноамериканского государства. Зато Луиза отправила нам видеосообщение для своих одногруппников на родном языке. Необязательным стал и 14-дневный карантин. Теперь иностранному студенту достаточно два отрицательных теста на ковид. Первый сдают у себя на родине, второй по приезду в деревню Универсиады. Если студент здоров, то вернуться в аудиторию можно уже через три дня. Они в течение трех дней до выезда сдают тест на ПЦР и с ним въезжают сюда к нам в страну. После въезда в страну они приходят и прибытия в Казань, они приходят к нам на КПП Парина сначала, потом к нам сюда в 9-й дом в отдел адаптации настранцев. И соответственно мы у них проверяем тест на ПЦР и объясняем какие документы нужны для заселения. То есть они делают в студентской поликлинике справку для заселения, они приобретают полис добровольно-медицинского страхования и проходят у нас инструктаж по технике безопасности. Если это студенты института, то на места института они заселяются в общежитии в отдельные для этого выделенные комнаты. Мы их заселяем и в течение трех дней они делают повторный тест на ПЦР уже в нашей университетской клинике и предоставляют нам. Если одни желают скорее вернуться в университет, другие иностранные студенты мечтают увидеть родных. Многие не были дома год, а кто и больше. Это обратная сторона медали. Студенты из Абхазии застали пандемию в Казани. В мае месяце прошлого года я должен был поехать домой. Но вот так произошло. Я до последнего думал, что все-таки несмотря на весь кризис ситуации весенней, я смогу поехать домой. Но неожиданно на почту пришло сообщение, билеты аннулированы. Когда начался образовательный процесс, естественно, всем хотелось вернуться в Казань, в КФУ, потому что при всех технологических наших возможностях живое обучение – это совершенно другое, это другие результаты. В Казанском федеральном университете обучаются студенты из 101 страны мира. На данный момент авиасообщение России возобновлено с 20 странами. Иностранные студенты в буквальном смысле сидят на чемоданах и ждут, когда смогут купить долгожданный билет в один конец до университета. Роза Зарипова, Алексей Румянцев, Булат Садыков, КФУ. Итоги недели. Пандемия коронавируса изменила весь мир. Она заставила пересмотреть привычный для нас образ жизни, в том числе и в организации обучения. О том, как взаимодействует Казанский федеральный университет с иностранными студентами и слушателями, о новых перспективах развития вузов в зарубежной и российской образовательной среде мы поговорим сегодня с проректором по внешним связям Тимирханом Алишевым. Здравствуйте, Тимирхан Булатович. Здравствуйте. Начнем, наверное, с одной из главных новостей последних недель. Это возможность возвращения иностранных студентов Казанского федерального на очное обучение без прохождения карантина. Расскажите подробнее об этой процедуре. Когда мы начинали учебу в сентябре, действительно, Роспотребнадзор определил достаточно четкий регламент относительно того, каким образом иностранные граждане могли бы возвращаться к учебе. Действительно, были внесены изменения, в соответствии с которым вот этот 12-дневный период сокращается фактически до 72 часов, в течение которых граждане по въезду в Российскую Федерацию должны сдать вот этот вот тест методом ПЦР, предъявить его и в случае отрицательного результата они могли бы быть допущены до учебного процесса. Сколько сейчас иностранных студентов у КФУ и какая часть из них остается на дистанционке? И здесь же хотелось бы узнать, как обстоят дела с иностранными абитуриентами. У нас движение контингента происходит в течение всего года, поэтому, когда мы заканчивали прием, в прошлом году, 1 ноября, у нас было порядка 11100 иностранных студентов, более чем из 106 стран. Ну и в преддверии лета абитуриенты у нас как с ними обстоят дела? Ну, действительно, мы в правильное время, наверное, даем интервью, потому что у нас 1 марта начинается прием документов по особому порядку приема иностранных граждан. Прежде всего, мы говорим о контрактном приеме в наш университет. И до этого этому предшествовало, и мы еще планируем большое количество различных ориентационных мероприятий. Я говорил сейчас про Беларусь. Это одно из них в череде многих. И открываются границы, поэтому мы надеемся, что мы сможем выезжать более активно. Но мы привыкли. В прошлом году мы очень грамотно провели нашу компанию рекрутинговую. И мы выполнили, даже перевыполнили тот план приема, который по контрактному, по бюджетному приему, который мы перед собой ставили. Недавно КФУ посетила делегация Россотрудничества. Можно узнать подробнее об итогах этой встречи? Что можно рассказать? Мы договорились о том, что те страны, которые являются партнерскими для нас и наиболее интересными, мы будем активно включаться как раз в работу отборочных комиссий по квотам. Мы договорились о возможном проведении так называемого форума соотечественников. Это, например, все квотники, которые приезжают в Россию, чтобы у них было какое-то знаковое одно мероприятие в течение года, чтобы этой площадкой выступил Казанский федеральный университет. У нас есть в том числе ряд совместных проектов по продвижению брендоков и тех образовательных программ, которые мы реализуем на рынках зарубежных стран. И, может быть, не самый значимый в международном контексте, но очень значимый для Республики Татарстан проект, мы договорились о возможном открытии еще одного центра Каюма на Сырии в городе Баку. Это уже такой интересный проект, который реализует университет уже в течение нескольких лет вместе с Республикой Татарстан. — А вот мы сегодня много говорим об иностранных студентах Казанского федерального. А как обстоят дела с российскими студентами КФУ в других странах? То есть, сохраняются ли программы по обмену различной стажировки? — Да. Ну, вы правы, что прошедший год очень сильно повлиял негативно на любую такую физическую межстрановую мобильность. И действительно, если посмотреть абсолютные цифры, то на порядок снизилось количество наших студентов, которые выезжают за пределы. Более того, у нас часть студентов даже осталась за пределами России, мы их возвращали. Но есть люди, которые выезжают и продолжают выезжать. Более того, мы сейчас получаем предложение, в том числе, от учредителей, от Министерства науки и высшего образования по стажировкам в раках межправосоглашений. Есть предложения от зарубежных стран относительно организации таких сажировок. И мы видим, что, в принципе, позитивно настроены и страны, и вузы в части возобновления. И мы надеемся, что действительно это возобновление произойдет, границы постепенно будут открываться, в том числе с нашими традиционными партнерами. Например, Южная Корея уже открыта, и у нас намечены сейчас поездки наших студентов. — Большое спасибо, Тимир Хамблатович. Надеюсь, что границы продолжат открываться. — Спасибо большое. В Казанском университете стартовали курсы по татарскому языку для всех желающих. Еще раз повторюсь, для любого гражданина, любой национальности, принадлежности государству вне возрастных ограничений. И все это бесплатно. Татарскому языку университет обучает не первый год, но именно этот поток стал наиболее востребованным. На курсы записалось в 10 раз больше людей, чем, например, два года назад. Учиться татарскому языку слушатели могут сразу в трех городах — Казани, Елабуги и Набережных Челнах. Методисты Казанского университета создали специальные пособия для обучения людей с разным уровнем знаний языка. Кстати, за парты сели и представители разных министерств и ведомств. Для чего им это нужно и как обучают татарскому языку будущих преподавателей, расскажет Роза Зарипова. На сегодняшний день на эти курсы записались 1050 человек. Через три месяца потенциально знающих татарский язык станет больше. В конце недели прошла очная встреча с желающими посещать курсы. Определили, к какой группе относится каждый ученик. Я выбрала этот татарский курс, потому что я интересую татарский язык. Я думаю, что учить татарский язык мне несложно. Первый уровень те, кто только начинают изучать язык. Средний — для умеющих говорить на татарском. Последняя категория для людей, желающих усовершенствовать свои навыки. Рустам Камалов, к примеру, приходит во второй раз. В 2019-м здесь же прошел онлайн-курсы татарского языка начального уровня. А сегодня пришел в продолжающую группу. Я пытался изучать по книге, но все-таки нужно общение с преподавателем. Поэтому пришел на курсы в университет, где важно, что профессионалы высокого уровня, методика, и ты общаешься с равным себе. Поэтому с удовольствием продолжу в этом году оффлайн-курсы в университете. Квалифицированные преподаватели, индивидуальный подход, небольшие группы, собственная методика преподавания, выездные уроки и походы в театр, а также сертификат об окончании курсов татарского языка. Все это абсолютно бесплатно получит каждый, кто пришел на курсы. Есть у нас методические пособия, учебники для данных курсов. Учебники тоже созданы нашими преподавателями. Самая главная цель – это обучить говорить человека на татарском языке. Но обучение, это значит коммуникативный метод, но обучение без грамматики тоже невозможно. Поэтому мы грамматику даем через текст. Конечно, мы преподаем литературный язык. В продолжающих группах бывают такие вопросы, они специально спрашивают лингвистику, специально спрашивают истории татарского языка, специально интересуются, например, пословицами, поговорками татарского языка. Говорить на языке Тукая желают как иностранные гости столицы, так и те, кому татарский язык не является родным. Вместе с супругой и сыном пару лет назад семья Омаровых прошла курсы татарского языка. Теперь они вместе посещают спектакли на татарском языке. И не только. Понимать я уже 100% понимаю людей полностью. Может, около меня на татарском хоть песни петь, я уже понимаю. А когда уже нужно общаться, ну, объясняюсь. И неплохо. Я, если сейчас вам задам вопрос на татарском языке, вы поймете? Пойму. Татар-талинга селяша аласазма? Селяша, азгина, ну, селяша. Халяр-висызнанящик? Айбат, аллахашкир. Я вырос в Татарстане. Мне очень нравятся татарские песни. Мне нравятся татарские спектакли. Я с удовольствием смотрю новости на татарском языке. Я не все понимаю, но мне очень нравится. Вот он мне ласкает слух. Мне очень нравится татарский язык. Совмещать работу с учебой в марте станут и другие ученики. За парты сядут заместители руководителей Министерства Республики. В декабре завершились занятия для самих министров. Для них Институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ разработал собственные методики и пособия. А для русскоязычных руководителей сделали и отдельный словарь. Мы должны были подготовить наших слушателей к публичному выступлению, чтобы они на заседании коллегии, на заседании каких-то комиссий могли выступить на татарском языке, на литературном языке. А что касается русскоязычных министров, за время занятий мы их научили приветствовать на татарском языке участников, скажем, определенного форума или заседания. Также поблагодарить в конце выступления. Мы учили русскоязычных министров самым элементарным речевым образцам, чтобы они могли приветствовать друг друга, спросить о делах, поблагодарить друг друга, поздравить с каким-либо событием или с профессиональным праздником. То есть самые элементарные материалы для делового общения. Знать татарский язык становится так же модно, как изучать английский. С 2018 года КФУ ведет подготовку би- и полилингвальных кадров для национальных образовательных учреждений республики. У меня была возможность пойти на простого учителя, то есть это на русском просто. И сказали, что есть еще обучение на татарском языке. И почему бы нет испытать себя на татарском и на русском, одновременно изучать математику, информатику. Опять же обучение студентов абсолютно бесплатно. А в свою очередь выпускники должны будут вернуться в школы и отработать там не менее пяти лет. А за успешно закрытую сессию студенты получают стипендию в размере 15 тысяч рублей. Какие мы должны актуализировать знания у ребенка? Вот это сейчас я не смущаю. Вести урок на двух или трех языках становится обычной практикой для педагогов КФУ. Когда-то услышать фундаментальные основы математики на языке Тукая казалось сверхъестественным. Поскольку лекции я читаю на русском языке, то практическое занятие мы ведем на татарском языке. И если у нас возникают какие-то вопросы, а их очень много, поскольку мы обсуждаем проблемы мышления, то студенты в аудитории могут задавать вопросы и обсуждать на двух языках. На том языке, который для них является языком мышления и является доминантным языком. Вообще мы изучаем три языка. Получается, это русский, татарский и английский язык. Каждый предмет он проходит на разном языке. Можно сказать, допустим, у нас есть история России, которая проходит на татарском языке. И вот это довольно интересно, потому что я никогда не изучала историю России на татарском языке. Символично, что этот год в Татарстане объявлен годом родных языков. И вне зависимости, какой язык является родным, уровень тяги к знаниям у большинства высок. Роза Зарипова, Алексей Румянцев, КФУ. Итоги недели. После небольшого перерыва мы вернемся. Смотрите далее в программе. Я считаю, что эта акция очень и очень полезна для развития немецкого языка и грамматических навыков. Тотальная любовь. Как студенты университета могут уехать на учебу в Германию. Этот доклад и был тот самый первой заявкой о нефтитовой геометрии. Открытие, изменившее мир. Почему главный труд Лобачевского опровергает представление об обычной геометрии. В КФУ готовятся ко дню открытых дверей. Эта акция приняла постоянный формат. Теперь абитуриентам в круглогодичном режиме рассказывают о возможностях вуза. В университет приходить не нужно. Познакомиться с тем, что предлагают будущим студентам и чем живет университет, можно не выходя из дома. Новый формат инсталайв. Веяние времени. В аккаунте университета в инстаграме представители институтов в прямом эфире рассказывают о направлениях, особенностях учебных программ и студенческой жизни. А также отвечают на вопросы. О других новостях из жизни Казанского федерального в нашем дайджесте. Казанский федеральный университет готовится к Международному форуму образования России. Совещание по вопросам организации ЕДУРАШа прошло в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан. На форуме работа вуза планируется по блокам высшее образование и наука и технологии. Ректор Ильшат Гафуров отметил, что одной из ключевых идей форума должна стать востребованность выпускников на рынке труда. Не заблудиться в центре Мюнхена или перевести, например, немецкую научную статью. В КФУ на этой неделе прошла всероссийская акция «Толис диктат». Это диктант по немецкому языку. В федеральном для всех желающих, а это почти 200 человек, его прочитала носитель языка Кристен Ройтер. Результаты станут известны в марте. Я считаю, что эта акция очень и очень полезна для развития немецкого языка и грамматических навыков. А для участников это прекрасная возможность погрузиться в немецкую литературу. Татарстан – центр инновационных процессов, подготовка учителей и вопросы в области науки, культуры и демографии. Об этом шла речь на встрече Ильшата Гафурова с руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой. Она прошла в рамках заседания регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан. Ректор КФУ в своем выступлении сделал акцент на разработке механизмов профессионального роста учителей на базе университета. Елена Шмелева обратила внимание на то, что Татарстан системно развивает пространство для раскрытия потенциала каждого ребенка. Мы можем говорить о детях, о их конкурентоспособности только в том случае, если будет конкурентоспособность, люди, которые с ними в ежедневном режиме работают. Это все-таки наши педагоги. Те мероприятия, которые ОНФ развивает, развивает уже второй год, связаны с тем числе подготовкой командов управленцев для того, чтобы выполнить те задачи, которые поставлены перед нами президентом Российской Федерации, а именно обеспечение равного доступа детей к той инфраструктуре образовательной, которую мы сегодня создаем в рамках нас проекта «Образование». Твиттер станет платным. В нем появились новые функции, дополнительные, за которые пользователям придется заплатить. При этом редактировать твиты пока возможности нет. Наверное, и поэтому экс-президент Дональд Трамп после блокировки его аккаунта не хочет возвращаться в соцсеть. Говорит, твиттер уже не тот, он стал скучным и миллионы людей его покидают. О других новостях в социальных сетях Леонид Толчинский в своей авторской рубрике. И вновь с вами «Смотрите сами». Как верно подметил только что Салават, у Твиттера наступило очередное время ломки. И надо сказать, что в значительной степени он сам ее спровоцировал. Еще лет 5-6 назад говорили об утухане этой сети, но вдруг выяснилось, что именно через нее коммуницирует с Америкой сам Дональд Трамп. И сеть, мало что делая для своего самосовершенствования, получила невероятную фору на пару лет вперед. А потом, заметив, что Трамп захромал, выставила его, своего же спасителя и своих же рядов. И как следствие, начала резко терять без своего хедлайнера обороты. Такое самоубийство по идейным соображениям. Но не о Твиттере, а пару слов о ТикТоке сегодня. Это как раз вполне динамично развивающийся продукт со своим особым, очень юным лицом. Хотя там есть и весьма возрастные пользователи, но даже их приемы обратить на себя внимание скорее шаловливо-подростковые. Я сегодня даже не о том, что тиктокеров используют все замеднее в неких политических целях. Тут все предсказуемо, ибо чего не использовать столь громадную, незрелую массу. Не зря за контроль над ТикТоком столь рьяно бился и уже упомянутый нами Дональд Трамп. Не танцевать там за 30 секунд он собирался. Он понимал, сколь важна исключительно уникальная юная база данных и прямой выход на ее составляющие. Сделать ТикТок заведомо добрым или заведомо управляемым – бесполезное занятие. Тут и поезд ушел, и для иных целей он совсем существует в видении своих пользователей, которые еще не перешагнули в своей массе 20 лет. Зато ТикТок хорошо показывает некоторые гнетущие упущения, скажем, мягко, в воспитании тех самых юных пользователей. И эта проблема не ТикТокеров, а тех, кто за содержание в головах подростков отвечает. Воспитанные на хайпе, дефицит недостоверной информации, беззнятных коммуникаций и социальных лифтов, молодые ребята через ТикТок все чаще демонстрируют, к чему все это приводит. Но в самом деле, как объяснить поведение иных дам, упорно желающих станцевать на фоне мечети Кул Шариф? Ну, поверни ты камеру чуток, и будет твоим фоном оригинальный цирк, что и в тему, и красиво. Чего не хватает в головах и жизненной установке танцоров? А как понять то, что стало предметом бурных дискуссий в социальных сетях на этой неделе? Танец а-ля голый торс на братских могилах воинов Великой Отечественной в Волгограде. Танцор, студент и даже не первокурсник. Процитирую, что и как написал про него телеграм-канал. Тик-токер, станцевавший на Мамаевом кургане, собрал вместо лайков свои документы и покинул вуз. Не по своей воле, конечно. Идиотский танец студента получил достойную оценку от руководства. Сегодня, после рассмотрения ситуации, на дисциплинарной комиссии его справедливо отчислились 4-го курса Волгоградского института управления. Когда речь идет о памяти погибших и уважении к павшим в годы Великой Отечественной войны, реакция на подобные выходки должна быть быстрой и соответствующей. Никаких оправданий и оскорблений героев быть не может. Что здесь важно? Тик-токеры имеют необратимую тенденцию к взрослению. И наступает время, когда бессмысленные шуточки вмиг превращаются в твою личную ответственность перед законом и обществом. И, увы, нам придется наблюдать еще не один такой случай. Ребята взрослеют на тик-токе, пытаются его правила перенести на взрослую жизнь, а жизнь оказывается полна особенностей, которых ты по каким-то причинам не усвоил. И другой жизни не будет. Потому что в битве танца тик-токера и закона, выстраданного обществом, побеждать будет всегда закон. Но есть вопросы и к очень взрослым людям, метающимся в попытках осознать особенности воспитания гражданина и личности в новые цифровые реалии. И первый из них адресован школам и вузам. Все подобные истории должны стать предметом детального анализа в попытке найти ответы на вопросы, почему так случается. Не тик-ток в конечном счете должен заниматься воспитанием. Он лишь зеркало результата взял и отчислил, не решит проблему в принципе, а лишь снимет ответственность с воспитателя. А что делать? Как быть с тик-током-то? И здесь иной раз звучат весьма оригинальные речи. Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, например, неожиданно предложил в своем интервью, тоже цитирую, «Нужны другие методы. Надо разговаривать с молодежью на ее языке. Это язык визуальных образов, язык того же самого тик-тока. Есть же Капитал Маркса в комиксах. Почему бы не быть в войне и миру в тик-токе? Лучше уж так с серьезными и важными вещами познакомиться, чем не познакомиться вообще». Интересная такая идея. А что, Анна Каренина в Инстаграме. Молодая гвардия в клабхаусе, преступление и наказание, подарочками в одноклассниках. В свое время классики молодежь возвращал кинематограф. Очень популярная у всех поколений медиаплощадка со своей технологической мощью. Отверженные Гюго стали скупать после известной экранизации Голливуда. Даже Толкина продажи возросли после сериальных «Властелинов колец». То был вывод молодежной аудитории на классику и познание вечных ценностей через приемлемые им форматы. И так было всегда. В советские годы масса примеров. Например, скучная повесть «Случай на охоте Чехова» взлетела у молодых головах после экранизации «Мой ласковый и нежный зверь». С музыкой, что стала жить и популяризировать классику, доступную молодому мозгу языком. Душить тик-токеров и им подобных – не самый продуктивный путь. Надо осваивать форматы, понятные им и действительно на понятном им языке начинать доносить до новых поколений то, что кажется нам важным, вечным и неприкасаемым своей ценности для человеческой цивилизации. Прекрасный пример подает вновь Тимур Бекмамбетов, известный режиссер и продюсер. Он снимает драму «Девятаев» внутри компьютерной игры, сразу не только для кино, но и для вертикальных дисплеев телефонов. Обесценивает ли это подвиг «Девятаева»? Нет. Зато про него узнает куда как больше людей, особенно молодых. Так что как бы, кто бы не хихикал, а осваивать новые форматы придется. И придется для этого привлекать их органичных носителей, тех самых тик-токеров. Во всяком случае, иных путей продуктивных пока никто не предложил. Всем доброго. 195 лет исполнилось на неделе одному из величайших открытий, которому причастен Казанский университет. Речь идет о неевклидовой геометрии и ее разработчике Николая Ивановича Лобачевского. 23 февраля 1826 года прошло заседание физико-математического факультета. На нем Лобачевский представил доклад «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных». В работе ученый изложил основы новой геометрии, в которой нарушаются общепринятые представления. Однако, высказанная теория на присутствующих должного впечатления не произвела. Почему воображаемая геометрия Лобачевского не была принята его современниками, и кто смог доказать гениальность его открытия, узнала Наталья Никифорова. Именно в этом ректорском доме, расположенном с торца главного университетского корпуса, 19 лет со своей семьей прожил Николай Иванович Лобачевский. Великий русский ученый, ректор Казанского университета, который при нем вошел в число передовых российских учебных заведений. Создатель неевклидовой геометрии, перевернувший науку в 19 веке. Когда мы рассказываем о неевклидовой геометрии, то мы, конечно, представляем один из первых документов. Это представление Николая Ивановича Лобачевского в Совет физико-математического факультета. Он датируется 6 февраля 1826 года, где он говорит о своем желании сделать на заседании комитета на французском языке доклад. Исследователи творчества Лобачевского считают, что именно этот доклад и был тот самый первой заявкой о неевклидовой геометрии Лобачевского. Вот он, собственно, этот документ, эта копия подлинника хранится в архиве. Подлинный документ хранится в Государственном архиве Республики Татарстан. Сегодня курс неевклидовой геометрии обязательный для студентов, и доктор физико-математических наук Аркадий Попов наглядно объясняет когда-то революционное открытие. Если есть плоскость, есть сфера, есть вот эта псевдосфера, то потом люди поняли, что можно изучать геометрию любой поверхности кривой, искривленной. А можно изучать геометрию искривленного трехмерного пространства. А можно изучать геометрию... Ну, у нас есть x, y, z и t – четырехмерное пространство. Эйнштейн – это человек, который догадался, что общая теория относительности, теория гравитации имеет непосредственное отношение к такой геометрии искривленного пространства. И основа, собственно говоря, откуда это вообще все могло появиться, это появилось именно после того, как Лобачевский сделал этот первый шаг. Современный университет невозможно представить без кафедры теории относительности и гравитации института физики. Неудивительно, что здесь на полках бережно хранят труды Лобачевского. Ведь если бы не его гений и смелость, то еще неизвестно, сколько открытий было бы сделано. Физики идеи Лобачевского точно так же революционным образом были восприняты Эйнштейном, который буквально с нуля, из ничего, силой своей гениальной мысли, прозрением таким гениальным, вот воплотил идею Лобачевского уже физики и показал нам, как устроен действительно наш мир. Сейчас совершенно потрясающие открытия делаются, связанные с черными дырами. Черные дыры — это релятивистские объекты, которые — это просто квинтэссенция искривленного пространства и времени. Там происходят процессы, связанные с очень сильным искривлением пространства и времени. Это объекты, которые только, во-первых, сейчас наблюдаются, во-вторых, они опять же подтверждают справедливость вот этих представлений, связанных с неевклидовой геометрией. Космос, Вселенные, черные дыры, гравитационные волны сегодня уже привычно ложатся на слух простому обывателю. А в XIX веке у Лобачевского нашлось много противников, особенно на родине, считавших его вольнодумцем. В Европе же король всех математиков Карл Гаусс, узнав о докладе Лобачевского, начинает изучать русский, чтобы узнать его работы на языке оригинала. Нам повезло, чтобы прикоснуться к гению Николая Ивановича, достаточно заглянуть в этот музей. Кстати, в прошлом году музей вошел в список номинантов на премию «Лучший европейский музей года». Правда, из-за пандемии все пришлось отложить, но в мае сотрудники вновь отправят презентацию на международный конкурс и верят, что в этом году награда уже дойдет до Казани. И все-таки мы постараемся еще раз узнать, чем отличается тот школьный курс геометрии, который мы все проходим, от воображаемой геометрии Лобачевского. В студии с нами Аркадий Попов, заведующий кафедрой геометрии Института математики и механики имени Лобачевского КФУ. Здравствуйте, Аркадий Александрович! Здравствуйте, Салават! Давайте попробуем популярно и лаконично объяснить зрителям еще раз, в чем разница между геометрией Евклида и Лобачевского. Геометрия Евклида, как и любая другая наука, основывается в частности на некотором наборе аксиом. Один из них, так исторически сложилось, и он появился в геометрии Евклида, в самых книгах Евклиба, одним из последних, выглядел достаточно сложно, и исторически так получалось, что люди пытались сказать, что это не постулат, а некоторая теорема, которую можно доказать, исходя из остальных. Такие попытки длились достаточно долго, в период приблизительно 2000 лет. Многие ученые положили на это свою жизнь, а некоторые из них пытались доказать, что этот пятый постулат является следствием остальных, исходя из предположения противного. Но такие попытки не удавались и до сих пор не удались. А Лобачевский, как и ряд других авторов, на самом деле, попытался, исходя из этого принципа, из отрицания этого пятого постулата, получить некоторые следствия. И Лобачевский был одним из небольшого количества людей, которые достаточно рано поняли, что, строя некоторую науку, исходя из такого отрицания пятого постулата, и, конечно, остальных аксиом геометрии Эвклида, противоречий получить не удается, нельзя. И вот то, что эти люди, главным образом, Лобачевский извлекли из такого подхода, является геометрией Лобачевского. То есть это такая наука, которая построена на всех постулатах Эвклида или аксиомах Эвклида без пятого. Плюс вместо пятого постулата Эвклида Лобачевский предложил вот эту свою аксиому, которая теперь носит его имя, аксиому Лобачевского, и извлек некоторые следствия из этого набора аксиомы, получил науку, которая вот сейчас носит его имя. А вот в чем значение геометрии Лобачевского? Главное, пожалуй, значение состоит в том, что это был первый шаг, который продемонстрировал, что геометрия не единственная. Понятно, что сейчас таких геометрий много. Но чтобы понять, что такие другие существуют, а эти другие имеют действительно большое значение, ну, например, общая теория относительности основана на геометрии Риммана, а геометрия Лобачевского – это просто частный случай. Но так вот, чтобы построить такие общие случаи, вот этот первый шаг кто-то должен был сделать. И это действительно великий шаг, потому что без него, по крайней мере, в те времена двигаться дальше было невозможно. А вот можно вас попросить, пожалуйста, маркер? Я помню со школьного курса, что две параллельные прямые не пересекаются. Вот геометрия Лобачевского, может быть, именно в другом пространстве, они могут пересекаться или нет? Параллельные прямые – это прямые, которые по определению не пересекаются. Другое дело, что в геометрии Лобачевского таких не пересекающихся может быть много. Вот вы можете через эту точку на плоскости провести много креевых, прямых, ну, прямых в кавычках. В геометрии Лобачевского хорошо бы их называть геодезическими линиями, то есть линиями, которые задают кратчайшее расстояние между двумя точками. Так вот, таких, в кавычках, прямых геометрии Лобачевского, проходящих через за одну точку, может быть бесконечно много. Это у меня был такой обывательский вопрос, наверное. Я заранее извиняюсь у вас, да? Хорошо, хорошо. Ну вот мы поговорили уже про значение геометрии Лобачевского. А есть ли какие-то мифы, связанные с ней, может быть, в истории? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, то есть кто-то... Хотя в истории, связанной с Лобачевским, вероятно, очень много. Основная идея состояла в том, что люди пытались доказать этот пятый постулат. И такой деятельности люди посвящали очень много своего внимания, начиная вот от периода, когда это было 2000 лет назад, и до периода, ну, пожалуй, 1899 год, когда эта история окончательно завершилась работой Гильберта, которая называлась «Основание геометрии». И когда вот эти основные, все аксиомы, о которых идет речь в геометрии Евклида, они были окончательно сформулированы, и Евклидова геометрия приняла свою окончательную форму. Дело в том, что надо сказать, что сам Евклид, когда строил свою аксиоматику так называемую, эта аксиоматика его обладала массой недостатков. Там какие-то аксиомы были лишние, каких-то не хватало. И в течение 2000 лет люди работали над тем, чтобы избежать всех этих недостатков. Большое спасибо, Аркадий Александрович, за эту мини-лекцию, можно сказать. Всего доброго. Спасибо, Салват. Всего доброго. До скорых встреч. Все-таки мы можем гордиться тем, что учимся и работаем в Казанском университете. Ведь здесь наследие таких ученых, и прославлять университет, надеюсь, будут новые имена. Главное, не бояться своих воображаемых идей и уметь их доказывать всему миру. На этом у нас все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова